привет in elper в этом видео мы разберем один очень важный навык этот навык называется относиться к проблемам с легкостью и первый совет который я хочу дать тебе в этом видео заключается в том чтобы изменить название проблемы в жизни каждого из нас случаются разные ситуации но каждый из нас по-разному эти сложные ситуации называет один человек называет свою сложившуюся ситуацию проблемой а другой человек называет свою сложившуюся ситуацию задачи и я тебе рекомендую в теперь начиная с этого дня называть все свои проблемы словом задача почему это важно это касается твоего внутреннего диалога когда ты называешь проблему проблемой или сложившуюся жизненную ситуацию проблемой ты таким образом ограничиваешь себя в поиске решения ведь что означает слово проблема слово проблема предполагает отсутствие какого-либо решения либо слово проблема предполагает какую-то огромную непреодолимую сложность поэтому первый совет замени слово проблема на слово задача вторая рекомендация если ты сталкиваешься жизненной ситуации которую тебе хочется назвать проблемы но мы уже научились называть ее задачей тебе стоит посмотреть на эту задачу на эту жизненную ситуацию с точки зрения одной из очень крутейших при суппозиции нлп которая звучит следующим образом нет побед и поражений есть просто обратная связь то есть смени рамку проблемы на рамку обратной связи если у тебя что-то не получается если у тебя складывается сложная жизненная ситуация это не проблема это просто обратная связь тебе от мира ведь на самом деле мы в этом мире двигаемся постоянно и мы постоянно чему-то учимся многие люди очень толстокожие и очень такие упертые и они продолжают из раза в раз делать вещи которые не работают и удивляются почему же я так плохо живу а дело в том что ты неплохо живешь ты просто не реагируешь на обратную связь не реагируешь на обратную связь от этого мира поэтому с этого момента запомни нет побед и поражений есть обратная связь когда ты получил обратную связь от мира ты можешь ее проанализировать и ты можешь таким образом найти пути решения следующий способ изменить отношение к проблеме один из моих самых любимых здесь нужно поработать над внутренним критиком и над внутренним голосом смотри каждый раз когда ты сталкиваешься с какой-то сложной жизненной ситуацией у тебя есть внутренний голос который тебе говорит что-то о самом себе например когда я собираюсь снимать видео для тебя в этот видеоблог я каждый раз слышу внутри голос это видео никому не понравится это видео никому не будет нужно и так далее и так далее и так далее суть этой техники заключается в том чтобы изменить интонацию этого внутреннего голоса потому что когда мне мой внутренний критик говорит нечто подобное то что я тебе сейчас озвучил он имеет такой строгий родительский голос но если я изменю эту интонацию и проговорю себе внутренним голосом тоже самую фразу но уже допустим голосом мася не либо голосом микки мауса либо любым другим голосом из мультяшного персонажа который вызывает у меня смех то я уже не буду так критиковать я не буду так реагировать попробуй прямо сейчас когда ты сам себя критикуешь подумай немного про анализируй голос чьего мультяшного персонажа вызывает у тебя приятные чувства и улыбку к примеру это будет голос масяни вот у меня хорошо работает голос масяни есть такой мультик мат про масяни и попробуй отследить то что ты говоришь сам себе не самое приятное и проговори это голосом того персонажа который вызывает у тебя улыбку даже прямо сейчас если ты во время просмотра этого видео проделаешь это упражнение она всегда начинает вызывать улыбку поэтому когда ты сталкиваешься с внутренним диалогом который тебя обесценивает который тебя критикует ведь ты же сам это делаешь но ты в силах изменить параметры этого голоса и это становится очень забавной игрой но эта техника не работает если ее не применять вот ее прямо нужно сознательно потратить немного времени на отслеживание вообще всех своих внутренних диалогов и когда ты себе что-то начинаешь говорить начинай говорить голосом мультяшного персонажа который тебе нравится ты получишь невероятное удовольствие и начнешь к себе намного намного лучше относиться например когда кто-то мне пишет хейтерский комментарий под моим видео типа юра ты ничего не соображаешь ты ничего не стоишь мой внутренний голос начинает мне говорить юра он думает что-то и ничего не соображаешь ты ничего не стоишь но как только я меняю этот внутренний голос на голос масяни и начинаю этот человек думает что я ничего не соображаю и ничего не стою таким ну конечно я не могу изобразить голос как у масяни но тем не менее у себя в голове это воспроизвожу мне сразу становится легче меня сразу отпускает я не думаю об этих ужасных комментаторов кстати можно писать в комментариях что ты думаешь обо мне и о тех техниках которые я тебе рекомендую в своих выпусках ну и четвертый способ четвертая рекомендация в этом видео как изменить отношение к проблеме он основан на четырех вопросах когда ты имеешь какую-то сложную жизненную ситуацию постарайся ее осознать постарайся понять где ты находишься в какой ситуации ты находишься и задай себе относительно этой ситуации четыре вопроса первый вопрос что хорошего в этой проблеме все дело в том что в любой задачи в любой сложившейся жизненной ситуации всегда можно постараться найти что-то хорошее и это уже снижает накал страстей это уже помогает тебе думать об этой задачи более позитивно второй вопрос звучит так чему я могу научиться в этой ситуации и здесь очень важно сконцентрироваться на том навыке на том опыте который ты можешь получить решая подобного рода задачу это очень важно и еще два вспомогательных вопроса первый вопрос звучит так если я находясь в такой жизненной ситуации научусь решать подобного рода задачи как от этого изменится моя жизнь долгой перспективе то есть нужно задуматься если ты научишься решать подобного рода задачу свою жизненную задачу неважно с чем это связано как в целом в дальнейшем изменится твоя жизнь ну к примеру если ты не знаю боишься очень сильно врачей стоматологов а тебе предстоит идти к стоматологу и ты постоянно запускаешь свои зубы и доводишь до предела если ты научишься преодолевать этот страх как в дальнейшем изменится твоя жизнь то скорее всего ты будешь более регулярно посещать стоматолога и у тебя будет более здоровые зубы со всеми вытекающими отсюда последствиями ты будешь кушать более здоровую еду и так далее и так далее и так далее и второй вспомогательный вопрос он очень похож на первый заключается в том что если я научусь решать подобного рода задачи приобрету навык решения подобного рода задач в которой я сейчас нахожусь как изменится жизнь от этого моих близких то здесь мы меняем рамку мы ставим себе такой небольшой вызов научиться решать подобного рода задачи развить в себе навык решения этой задачи и как от этого изменится в первом случае моя личная жизнь а во втором случае жизнь тех людей которые меня окружают На этом у меня сегодня все. Я желаю тебе научиться относиться к проблемам легко. Это была передача «Утренняя раскачка». С тобой был Юрий Пузыревский. Пока-пока.